Всем привет! С вами Ирина и канал My DIY Life. Сегодня мой не совсем привычный формат видео. Меня очень много раз просили сделать обзор художественных материалов, которыми я пользуюсь, я наконец созрела отснять это видео, я выставила все-все-все свои баночки, тюбики и сегодня хочу рассказать вам про все те материалы, которыми я пользовалась, что нравится, что не нравится. Я надеюсь, что для кого-то это окажется полезным при выборе материалов для своих работ. Ну, давайте начнем. Начнем, наверное, с грунта, потому что это первое то, что мы делаем, когда начинаем декорировать любой предмет. Грунт очень важен и от качества того, насколько загрунтована поверхность, зависит очень многое. Зависит то, насколько хорошо будет держаться краска и как вообще вся ваша работа будет выглядеть в итоге. Поэтому грунт, хотя его и не видно, но является из важнейших моментов при подготовке поверхности к покраске. Значит, у меня вот такой акриловый грунт. Акриловым грунтом я пользуюсь часто. Он подходит и для металла, и для дерева, и для пластика в некоторых случаях. Я пользуюсь грунтом фирмы Таир. Пробовала Санет. Санет не понравился. Вот сейчас пользуюсь вот этим. Он, в принципе, устраивает меня полностью. Если что-то некрупное мне нужно покрыть краской, то я беру именно вот этот акриловый грунт. Он очень хорошо ложится практически на любую поверхность. Даже стекло им можно загрунтовать. Плюс у меня вот такая баночка. Я покупала тоже белый акриловый грунт. Мне нужен был грунт черного либо темно-серого цвета. В принципе, у Таира бывает в продаже и черный грунт, но его достаточно сложно купить. Мне он попадался только в очень больших банках. Вот эта банка 250 миллилитров. Он попадался мне только в пол-литровых банках. Мне так много было не нужно, поэтому я купила белый и купила черный пигмент. Бывают такие, в маленьких баночках продаются сухие пигменты. Это такой порошочек того цвета, который вам нужен. Вот я купила черный, смешала его с белым. Грунтом у меня получился вот такой темно-серый. Я им пользуюсь, когда мне нужно какую-то темную подложку сделать. Далее, что касается грунта. Есть у меня вот такой грунт для реставрации. Левкас, тоже фирмы Таир. Он предназначен, в принципе, для подготовки поверхности под золочение. Если вы работаете с поталью, но это такая достаточно специфическая штука. Фишка его в том, что этот грунт, он более густой, чем обычный акриловый грунт. Он такой плотненький, как паста. И его можно прям вот очень им выровнять поверхность. Если у вас что-то такое немножко бугристое, вам нужно прям идеально гладенько, чтобы получилось, то можно брать этот грунт. Он очень хорошо шкурится и дает прям вот очень-очень гладенькую поверхность, на которую потом можно укладывать поталь, и поверхность у вас получится гладкая и сияющая. Но это такая специфическая вещь. Я думаю, не каждому она будет интересна. Так, с грунтами мы закончили. Расскажу про рельефные пасты. У меня сейчас их две. Вот такие. Значит, это акриловая рельефная паста от Таира. Это тонкая. Пробовала еще грубо, она сейчас закончилась. И вторая это Royal Talents Amsterdam. Это паста Amsterdam. Чем они отличаются вообще? В принципе, акриловая паста, те, кто пользовались, я думаю, знают. Она нужна для того, чтобы создавать какой-то рельеф на поверхности. То есть, если вам нужно какие-то рельефные узоры сделать, если нужно что-то заполнить, создать имитацию камня, имитацию бетону. Паста от Таир мне, в принципе, очень понравилась. Она дает очень хорошую, ровную, гладкую, имеет текстуру. Грубая, более зернистая. Ей хорошо имитировать уже такой камень. Этой можно делать очень тоненький узор, особенно если ее чуть-чуть разбавить акриловым лаком и положить в шприц. Вот шприцом тогда можно прям тоненький узор и выдавливать как контурной краской. А паста Амстердам, она, конечно, на порядок дороже. Я ее купила случайно, потому что мне срочно нужна была паста. И в магазине просто не было Таира, поэтому я выбирала из того, что есть. Но паста, кстати, очень крутая, хотя стоит она, мне кажется, раза в четыре или в пять раз дороже, чем Таир. Но она хороша тем, что она очень эластичная и дает очень прочную эластичную поверхность потом. То есть, если тонкая рельефная паста, ее если выложить толстеньким слоем, потом она может потрескаться. Я с этим столкнулась, когда делала ракушку из папье-маше, покрывала ее вот этими пастами. Вот где я сделала слой потолще, потом все пошло трещинами. Вот с такой пастой проблемы такой не будет. Она очень эластичная. Она, наверное, где-то аналог гибкой акриловой пасты. Вот у Таира есть сейчас еще появилась гибкая акриловая паста. У меня банка кончилась, сейчас тоже не могу показать. Она как раз дает такую похожую на пластик поверхность, то есть ее нельзя уже шкурить после высыхания, но зато она выкладывается даже толстым слоем и очень хорошо потом держится. То есть, если вам нужен какой-то вот прямо рельеф толстенький его сделать, то гибкая акриловая паста для этого лучше подойдет, чем вот такая. Ну а вот это она как раз где-то аналогично, хотя у них в аннотации написано, что может трескаться, но у меня вот даже толстым слоем она очень хорошо ложилась. Ну не считая цены, это в общем-то идеальный вариант. С пастами, с грунтами закончили, переходим к краскам. Красок у меня, как вы можете видеть, очень много. Я вообще немножко больная на краске. Я их очень люблю. Я их иногда покупаю даже не под какой-то проект, а просто потому, что мне понравилось. Я немножко сноп в плане красок. Я люблю хорошие качественные материалы. Конечно, импортные краски, они сильно дороже, но они, конечно, лучше, чем наши. К сожалению, даже самые лучшие наши краски, они не сравнились вот для меня с итальянскими по качеству. Поэтому я, если вот вижу где-то какие-то акции, я покупаю вот эти краски. Я покупала в прошлом году, была акция на озоне и они продавались в полцены, поэтому я набрала их много разных. Сейчас про них расскажу. Но давайте по порядку. Начну я с наших все-таки производителей, более, скажем так, бюджетных. И первое, вот эти краски, они у меня на стенке шкафчика стоят. Это краски Ладога, наш старейший завод художественных красок Невская палитра. Я помню, в глубоком детстве у папы были акварельные краски этой фирмы. Я их обожала. Мне их никогда не давали, но они, кстати, до сих пор где-то лежат, где-то живы и до сих пор ими можно рисовать. То есть очень качественные краски на самом деле. Они достаточно бюджетные, хотя сейчас они подороже стали стоить, но, честно говоря, в принципе, если вам нужны краски, скажем так, бюджетные по цене, при этом приемлемого качества, они на самом деле очень неплохие. Я ими сейчас пользуюсь для реставрации подставочных фигур. Я занимаюсь реставрацией елочных игрушек, в том числе реставрирую фигур Дедов Морозов, Снегурчик. Знаете, такие большие фигуры, которые ставятся под елку. Их делают из пресс-опилок, из папье-маше. И вот эти краски, они хороши тем, что у них та самая цветовая палитра, которая была там 50, 60, 70 лет назад. И благодаря этому можно не мучиться с подбором цветов. То есть вот я могу взять вот этот цвет, окись хрома зеленый, и он будет точь-в-точь такой, как в то время, когда делали эти подставочные фигуры. Они очень долго живут. У меня эти краски первые куплены, может быть, 7-10 лет назад. Благодаря тому, что они в металлических тюбиках, они практически не сохнут. У меня вот за все время, наверное, только один цвет испортился. Вот его сейчас уже тут нет, я уже выбросила этот тюбик. Белила. Вот белила, к сожалению, именно белая краска. У невской палитры не очень мне нравилась. Она как-то немножко такая, знаете, сопливая была по консистенции. Возможно, это уже с возрастом с ней произошло. Но вот это был единственный цвет, которым я не очень довольна. Все остальные цвета, в принципе, приемлемого качества. Они достаточно плотные, не очень укрыстые краски. То есть для того, чтобы сделать плотный цвет, вам может понадобиться 3-4 слоя. Но в целом, как начальный вариант, если вы не хотите тратить много денег на краску, вполне подойдет. Это художественный акрил. Поэтому, в общем-то, в плане укрывистости, наверное, мои претензии не очень обоснованы. Хочу объяснить, да, в чем отличие. Бывает художественный акрил, бывает акрил для декоративных целей. И они отличаются. То есть изначально производители их делают немножко разными. Потому что если для художественного акрила важнее чистота цвета, Поэтому туда добавляют самые хорошие пигменты, чтобы цвет получился чистый и яркий. А те акриловые краски, которые предназначены для декоративных целей, для того, чтобы что-то раскрашивать, Там уже не так, может быть, важен именно чистый-чистый цвет, как для художников. Но зато там важнее та же самая укрывистость, которой не хватает художественному акрилу. То есть с первого слоя или с двух слоев перекрыть подложку, для того, чтобы у вас получился ровный плотный тон. И плюс многие производители, вот такие производители, да, Polycolor, это фирма My Mary, Они делают свои акриловые краски для декоративных целей светостойкими. То есть с такими красками можно и что-то для улицы покрасить, оно будет меньше выгорать. Но про Polycolor я еще попозже расскажу. Давайте дальше. Помимо Ладоги, мне нравится из наших красок Таир. Опять же, у них краски есть двух серий. Есть серия, опять же, художественного акрила. Называется Acryl Art. Это у меня старый тюбик, сейчас у них, по-моему, немножко другой дизайн. И есть краски для хобби именно, называется Acryl Hobby Deluxe. Они мне нравятся палитрой. Вот палитра у этой серии красок у Таира, конечно, непревзойденная. Я ни у одних красок нашего производства такой палитры не видела больше. У них очень много нежных пастельных тонов. Вот здесь, это у меня цвет коралловый. Пять или шесть оттенков слоновой кости. Теплая слоновая кость, холодная слоновая кость, сероватый бежевый, теплый бежевый, потемнее, посветлее. То есть, вот если вы не умеете мешать краске, не можете сами смешать какой-то вот тон слоновой кости, либо вам банально не хочется этим заниматься. Если вам нужен какой-то цвет шалфей, какой-то вот сложный, зеленовато-серый, вот вам туда. Потому что у них, конечно, очень интересные тона именно для того, чтобы декорировать какие-то предметы для дома. Потому что очень вкусные действительно тона, при этом очень их легко интегрировать в интерьер. То есть, вот если вы именно для интерьера что-то делаете. Для Прованса, для вещей в стиле шеби-шипк. Вот у них очень-очень классная палитра. Именно за цвета мне они нравятся. Вот какие-то они очень сложные, очень интересные, глубокие, многогранные. И, конечно, вот ни у Невской палитры, ни у Деколы, ну хотя Декола тоже это марка Невской палитры, ни у Гаммы, ни у Луча, какие еще вот наши краски бывают, я ни у кого больше такой палитры не видела. Вот именно за цвет они мне очень-очень нравятся. В принципе, краски очень приличные по качеству. Из наших, пожалуй, самые лучшие из того, что я пробовала. У них неплохая укрывистость, хорошие цвета. Вот цветы, это, наверное, их главное преимущество. Ну и плюс, конечно, цена достаточно демократичная. В отличие от иностранных красок, про которые сейчас расскажу. Плюс у них есть интересная серия красок со спецэффектами. Вот у меня два цвета хамелеона. У меня розовый хамелеон и золотой хамелеон. Сама краска прозрачная, но у нее очень красивый перламутр. Вот у одной желтый перламутр, у другой розовый перламутр. Ими можно делать вот как раз имитацию перламутра. Какие-то интересные вот тоже эффекты создавать. Он есть синий, зеленый, фиолетовый. Целая палитра вот этих цветных перламутров наносите поверх обычной краски, и она у вас становится перламутрой. Очень интересная штука. Теперь расскажу краски, которые не понравились. У меня вот одна коробочка сейчас стоит. Я ее еще не выбросила, хотя, наверное, скоро это сделаю. Это краски фирмы Луч. Наборчик металликов акриловых. Ну, вообще, акриловые металлики, это такая история, я попозже расскажу. Здесь набор шесть цветов. Медный, серебряный, золотой, черный перламутр. И какой-то еще такой перемежуточный медно-золотой цвет. Видите, я даже купила их под один проект давно-давно, и в итоге больше так и не пользуюсь. Совсем не понравились. Они очень прозрачные. То есть для того, чтобы получить плотный тон, нужно прямо там долго-долго их красить. Там четыре-пять слоев. Очень жиденькие краски. Перламутр у них не очень красивый. В общем, вообще мне не нравится. Больше никогда не куплю, никому не посоветую. И краски Декола. Ну, наверное, самый популярный вариант среди акриловых красок. Потому что они, по-моему, самые-самые бюджетные из того, что есть в продаже. Это тоже марка Невской палитры. То же самое, что Ладога. Завод художественных красок. Но в отличие от Ладоги, они, конечно, качество у них оставляет желать. То есть те акриловые краски фирмы Декола я бы только, может быть, для детского творчества советовала. Ну, как что-то, что не жалко купить и выбросить, если там дети тюбик забудут, закрыть. Потому что, конечно, и укрывистость плохая. Они жиденькие. Они не дают ровный цвет. В общем, у меня буквально пара баночек было. Так они у меня и стояли. Их выбросила. Больше никогда не куплю. Наверное, это все, что у меня есть из российских красок. Давайте перейдем к иностранным. Они, конечно, на порядок дороже. Я думаю, что, может быть, мой обзор будет полезен именно поэтому. Потому что по ним мало информации. Мало кто их покупает. Ну, и если вы покупаете банку краски за 700 рублей, ну, надо понимать, чего ради вы это делаете. Мне повезло купить в прошлом году достаточно много вот этих красок. Они похожи. Видите, такие вот одинаковые баночки. Но это разные производители. Краски Polycolor это My Mary Италия. А краски Apocalor это Ferrario. Это тоже итальянские краски. В принципе, и те, и другие мне нравятся одинаково сильно. Краски очень действительно хорошие. Хороши они тем, что у них прекрасная укрывистость. То есть, вот, для сравнения, да. Когда-то давно был у меня мастер-класс. Делала я корону для ребенка на праздник. И красила золотой краской фоамиран. И сначала начала красить какой-то вот нашей краской металлик. Потом взяла Polycolor. И там вот разница была прямо воочию видна. То есть, если нашей краской красишь первый слой, он такой полупрозрачный. И там еще надо несколько слоев для того, чтобы ровненько золотой цвет получился. То Polycolor с первого раза все перекрывается. И сразу плотный ровный тон одним слоем. Краски очень плотные, очень густые. То есть, они прямо вот, вот их открываешь, они прямо такие, как густая-густая сметанка. Они не текут. То есть, если вы перевернете банку, скорее всего, ничего не вытечет. У них потрясающая палитра. Это, конечно, совершенно волшебные цвета. У нас, я такого, к сожалению, не встречала у наших производителей. Вот у меня здесь несколько оттенков. Я делала столик в таком бохо-стиле. Я подбирала тона бирюзовые. Посмотрите, какие яркие, красивые. Вот они прямо, конечно, супер-супер. Тона очень чистые. Они вообще отличаются, итальянцы, тем, что у них очень высокого качества пигмента. Качество вообще акриловых красок очень сильно зависит от того, насколько тонко растерт пигмент, который в эти краски кладут. Не знаю, знаете или нет. Вообще акриловые краски, что с собой представляет? Это эмульсия. Вот как молоко, как крем для лица. То есть, это акриловая какая-то вот эта полимерная субстанция. Она находится в смеси с водой, ну, с каким-то связующим веществом. Точно так же, как когда делают крем. Соединяют масло, воду и эмульгатор. Эмульгатор позволяет создавать такой вот взвесь мельчайших частичек масла в воде. Вот то же самое акриловая краска. Вот эта полимерная акриловая субстанция, она находится в виде мельчайшей взвеси в воде. Потом вода испаряется, и все это склеивается в эластичную пленку. И в эту эмульсию добавляется пигмент. Ну, и плюс какие-то присадки разные, которые замедляют высыхание, улучшают сцепление с поверхности и тому подобное. Но качество пигмента напрямую влияет на качество акриловой краски. И вот в этом итальянцы, конечно, очень сильны. У них палитра совершенно потрясающая, очень широкая. У поликолор не очень много цветов. По-моему, цветов 30. А вот у апоколор, мне кажется, 50 или 60 цветов в палитре. И там есть цвета, которых нигде я больше не встречала. То есть вот если вам нужно что-то такое эдакое, то вот у них, конечно, можно найти. Есть у поликолор, они вот только такие баночки. Плюс еще есть совсем большие. Вот эти банки я покупала тоже в прошлом году. Была распродажа. Я не знаю почему. Но фирмы Маймери, возможно, они ребрендинг производят. Возможно, они меняют как-то формулу у красок. Но вот в прошлом году они свои краски продавали с очень большой скидкой. То есть вот такая баночка. Она обычно стоит по 1000 рублей. И они продавались рублей по 300. Я, конечно, не устояла. Набрала таких самых ходовых цветов. У меня коричневый двух оттенков. Потом я взяла вот такой очень красивый металлик. Это цвет стали. Ну вот опять же металлики. У именно акриловые я не очень люблю. Но для некоторых проектов они бывают нужны. Потом очень красивый жемчужный цвет. Тоже перламутр, но белый. Я им красила коробки в последнем видео по коробкам, которые были под кожу. Такой вот жемчужный оттенок. Очень красивый. Ну и плюс такие какие-то ходовые цвета. Белый, почти черный, желтый, еще белый. А краски Апокалор, они удобны тем, что вот такие маленькие у них есть баночки. Очень красивые есть металлики цветные. Вот у меня зеленый металлик, медь, красный металлик. Серебро. Еще одно серебро, немножко другого тона. И такой очень красивый синий металлик. Вот перламутры очень красивые. Еще пока их ни в одном проекте не использовала. Но наверняка что-нибудь придумаю для новогодних каких-то игрушек. Мне кажется, очень здорово будет. Значит, еще мне очень нравятся из акрила вот такие краски. Это Сенелье. Кажется, это французский. Да, это французский производитель. Очень удобная упаковка. Они пишут, что это их инновация, их изобретение. Вот такие вот мягкие тюбики, похожие на майонез. На самом деле, действительно, реально очень удобная упаковка. Потому что, с одной стороны, они такие, видите, очень компактные. Их вот можно прям в рядочек поставить. Они места мало занимают. И плюс, ну, все плюсы тюбика. То, что они не сохнут очень долго. Вот у меня вот этот тюбик новый. Я полностью использовала цвет слоновой кости. Такой вот желтоватый. Очень для всяких состаренных поверхностей красиво. А вот этот черный, он уже у меня наполовину закончился. Но буду новый покупать. Куплю еще. Эти акриловые краски, они отличаются тем, что они очень плотные. То есть она, ну, вот любая акриловая краска, если вы ее вот выложите кистью на бумагу, она такая более-менее текучая получается. Вот эта краска, она очень-очень плотная. То есть она прям кусочком ложится. То есть их можно очень сильно разбавить. Они все равно будут очень хорошо ложиться. Будут очень укрывистые. То есть у них много пигмента в составе. Они высоко пигментированы. За счет этого краски очень реально экономичные. И, в принципе, из всех иностранных производителей получается, наверное, наиболее экономичный вариант. Потому что здесь вот 120 миллилитров, это здесь 150 миллилитров в банке. Такая банка сейчас стоит порядка 700 рублей. А вот этот пакетик, он, ну, чуть-чуть меньше, 120 миллилитров, практически такой же объем. Меньше места занимает на полке. И при этом стоит он в районе 400 рублей. Но за счет вот экономичности его очень мало расходуется. Поэтому вот какие-то ходовые цвета я теперь буду его покупать. Мне очень он понравился. То есть вот если какой-то цвет, которого вы много расходуете, там, белый, слоновая кость, черный, это стоит купить, потому что может долго очень эта краска стоять за счет упаковки. И по качеству прямо очень-очень мне понравилось. Постаралась показать наглядно разницу. Взяла Таир из Сенелье. Одно и то же количество краски. У Сенелье просто макая кисточку в воду, вы можете очень сильно растянуть цвет по поверхности. Причем цвет остается насыщенным. А у Таир так сделать не получится. Мокрая кисть уже дает только сильно размытый цвет. Не все иностранные краски одинаково полезны. Вот эти мне нравятся меньше. Так, значит, это краски Пебео. По качеству, честно говоря, схожи с нашими. Даже где-то похуже. Они достаточно жидкие, не очень укрывистые. И, в принципе, вот я их покупала тоже по акции. Рублей 50 стоил этот тюбик. То есть, ну, вообще дешево. По полной цене они рублей 150 стоят. Я бы не купила. Так что вот краски Пебео. Если будете выбирать между нашими и вот этими, они по цене сопоставимы. Но наши лучше. И вот такая краска Фолкарт. Очень похожа на Пебео во всех смыслах. Она чуть-чуть погуще. В принципе. Ну и вот такой тюбик. Не очень мне нравятся металлические тюбики. Или вот такие, как у Сенелье. Они удобнее. И вот еще одна у меня краска такая интересная. Фрост эффект от Райхера. Не знаю, продают сейчас или нет. У меня их несколько цветов. Она объемная. То есть, ее выкладываете какой-то узор этой краской. Потом, если подуть феном, она такая немножко надувается. И остается такой блестящий и объемный. Такой интересный эффект в качестве какой-то фишки. Не часто пользуюсь. В последнее время совсем не пользуюсь. Это скорее такая поиграться штучка. Еще что у меня есть. Это серия Маймери. Краски, скажем так, попроще. Это Акрилико. Вот в таких тюбиках они продаются. Ну, у меня их всего 4 тюбика. Покупала под какой-то определенный проект. В принципе, неплохие краски. Уступают вот этим в баночках, которые апоколор по качеству. Но, на мой взгляд, овчинка выделки не стоит. То есть, если уже за такую цену брать, лучше взять тот же самый Таир. Так, мне кажется, мы закончили с Акрилом. Что касается красок на основе растворителя, у меня их поменьше. Не считая красок по стеклу. Красок по стеклу у меня очень много. Потому что, ну вот, как я уже говорила, я занимаюсь реставрацией елочных игрушек. Они у меня вот в таких не очень красивых коробках. Вот у меня их две коробки. В принципе, я делала очень подробный обзор всех этих красок в своем видео по реставрации елочных игрушек. Поэтому я не буду подробно останавливаться. Чаще всего я сейчас пользуюсь для работы по стеклу вот такими красками. Идея ветра. Они достаточно дорогие. Но из всего, что я пробовала, это самый лучший вариант для работы по стеклу. Потому что они практически не пахнут. Очень быстро сохнут. И у них очень красивая цветовая палитра. Вот именно для реставрации игрушек это прямо супер-супер. Плюс у меня достаточно много красок фирмы Pebeo. Вот в этом случае Pebeo на высоте. У меня вот такие краски керамик. И есть несколько... Сейчас уже меньше я пользуюсь. Есть краски прозрачные. Серия Vitrail. Сейчас уже меньше ими пользуюсь. Потому что вот как раз перешла на идею ветра. Но в принципе краски очень неплохие по качеству. Можно их брать. Pebeo мне нравится тем, что у них очень много продается стартовых наборов. Так называемых. Сейчас я вам покажу. Это правда другая серия. Сейчас про нее тоже расскажу. Вот такие маленькие флакончики. Вот видите, они поменьше по объему, чем вот эти вот большие. Но продается наборчик. Там сразу 6 цветов основных. Вот есть такая серия Vitrail. Маленькие баночки. Есть у керамика такая же. Вот это у меня серия Prism. Сейчас буду про нее рассказывать. И они, конечно, очень удобны, если вы хотите попробовать что-нибудь расписать. То есть самые ходовые цвета вам нужны. Ничего сверхъестественного. Но они, конечно, гораздо выгоднее. Потому что за счет того, что баночки маленькие, там целый набор стоит как пара банок полного размерных. Плюс у меня вот такие краски. У меня их мало. Ну, буквально 2 или 3 баночки. Это... Сейчас я скажу. По-моему, Creole. Нет, это Marabu Glass. Это, по-моему, самые бюджетные краски по стеклу. Вот у меня их 3 цвета. Такая баночка в районе 100 с небольшим рублей стоит. В принципе, неплохие краски. Для начала подойдет. Но у меня как-то вот сложилось, что их очень мало. Потому что не очень обширная палитра. Именно для реставрации игрушек. Если вам просто нужно расписывать стекло, то берите такие и не парьтесь. И еще у меня несколько красок. Это уже Creole. Да. Это Hobby Line от фирмы Creole. Немецкие краски. У меня их всего 4 баночки. Бордовый, коричневый и металлики. Металлики у них неплохие. Но у них есть существенный недостаток. Они очень быстро сохнут. Вот если вам нужно что-то покрывать под металл, но вы не хотите пользоваться аэрозолями, то берите вот такие краски по стеклу. Вот какие-то пипочки маленькие. Нужно подкрасить в серебряный цвет. Вот такие краски отлично подойдут. Они дают более реалистичный металлический эффект, чем акрил. Именно металлик. И вот такие краски, они очень гладкую, глянцевую, приближенную, скажем так, к металлу поверхность дают. У меня в основной моей палитре вот эти краски еще есть. Это тоже идея ветра и идея металличи. Я не знаю вообще они насколько отличаются по рецептуре. В принципе, на самом деле вы красками по стеклу можете прекрасно и дерево покрывать, и металл. Не обязательно только стекло. Они очень хорошо прилипают к чему угодно. Раз уж к стеклу прилипают, то ко всему остальному тоже прилипнут. И вот металлик у них прям очень красивый. Опять же, из всего, что я пробовала, самые-самые. Они долго не сохнут, но только их нужно прям вот взбалтывать, потому что перламутр тяжелый. Он оседает на дно, вот столько краски постоят. А идея металличи, это тоже серия Маймери. Это немножко другая серия. Это краски как раз для имитации металлика. Они отличаются тем, что у них очень богатая палитра металликов. То есть там есть имитация латуни, бронзы, серебра, состаренного серебра, стали и тому подобное. Там какая-то достаточно большая палитра. Я в свое время покупала вот такой набор. Ну, то есть это был не набор, это просто для создания эффекта патины на металле. Это у них тоже такая очень интересная серия. Вот такие вот, видите, такой вот пузырек с голубой жидкостью. Он создает очень красивую реалистичную бирюзовую патину на изделии. И плюс есть защитный лак и битумный лак для того, чтобы что-то состаривать. Но, честно говоря, тоже поигралась и не очень сейчас активно пользуюсь. Потому что, если честно, мне оказалось проще на вот такой вот металлизированной поверхности просто бирюзовой краской эту патину сымитировать. Потому что здесь такой процесс немножко неконтролируемый. Вы наносите вот эту жидкость, дальше оно как-то проявляется сильнее, слабее. То есть там вот идет эта химическая реакция и ее контролировать достаточно сложно. Поэтому сейчас не пользуюсь и, честно говоря, ну, не знаю, стоит ли оно того. Сейчас бы, я думаю, не купила. Но у них вот эта патина есть разных цветов. Вот я купила голубую, чтобы имитировать состаренную бронзу. Есть зеленая, есть под ржавчину, тоже каких-то несколько цветов. Ну, такая тоже интересная штучка, чтобы поиграться. Ну, может быть, не самая подходящая, да, если вам нужен какой-то контролируемый результат. Раз уж мы перешли к спецэффектам, покажу еще вот такую штуку. Ее я использовала в своем видео про фонарики последние. Это воск для патинации или патинизации. Не знаю, как правильно. Это воск. Это реально такая маслянистая текстура. Его наносят тряпочкой. Его втирают. Он дает, ну, такой эффект посеребрения. То есть, если вы, например, возьмете черную поверхность, на него нанесете такой воск, будет такое вот чуть-чуть состаренное серебро. Интересная штука, но тоже пользуюсь редко, потому что после этого воска нельзя покрывать, например, акриловым лаком. Он с ним уже не подружится. То есть, нужно что-то на масляной основе. У меня этого чего-то нет. Поэтому, ну, такая штучка на поиграться. И больше, на мой взгляд, все-таки для деревянных поверхностей. С красками все, да. Дальше по спецэффектам, я думаю, иметь смысл рассказать про контурные краски. У меня их тоже очень много, потому что мне очень нравится пользоваться контурами. Если вам нужно какой-то объемный узор сделать, какую-то надпись, какие-то заклепочки сымитировать, вот эти все краски, это шикарная вещь. Начну я со своих любимчиков. Вот такие у меня тюбики. Называются Perlin Pen. Это краска для создания жемчужин. Сейчас у нас уже, по-моему, у Таира тоже появились такие краски. Очень классная штука. Она дает такие очень кругленькие, аккуратненькие пупочки. Вот если вам нужно какую-то заклепку сделать, сымитировать. Какие-то вот жемчужинки, даже над тканями можно пользоваться. Рисовать прям вот какие-то эти точечки разных размеров. У них удобный кончик. У меня это фирмы. Вот это Viva Decor. Это, по-моему, тоже Creole. Нет, это прямо Viva Decor фирмы называется. А вот это как раз Creole. Вот у меня их три Viva Decor. Одна Creole. В принципе, все одинаково нравятся. У меня серебро, золото, бронза и черный цвет. Очень классные штучки. Вот я когда делала чемоданчики в первом видео про коробки, я там на ленте вот как раз вот этим бронзовым карандашиком имитировала заклепки. Это гораздо проще, чем, допустим, клеевым пистолетом делать пимпочку и потом ее подкрашивать, чтобы она была цветная. Но, конечно, штучка не самая дешевая. Вот такая ручка стоит, по-моему, рублей 200. Какие-то я покупала по 100, опять же, по акции. Но, тем не менее, если много надо ставить, то, может быть, не имеет смысла. Ну, а вот если для каких-то таких акцентных работ, в принципе, может подойти. Контуров у меня много разных. В принципе, все неплохие. Контурная краска, она, в общем-то, отличается от обычной краски акриловой только тем, что она более густая. То есть она дает прям вот объемный рисунок. И, конечно, у нее тоненький носик, чтобы было удобно выдавливать. У меня есть вот такие контуры Декарт. Их делает Калужская область, город Обнинск. Завод Экспо-прибор. Они очень дешевые. Рублей 30, мне кажется, они стоят в Леонардо. И у меня их тоже разные. Серебряные, золотые, жемчужные. При всем, при том, что цена очень бюджетная, они, в общем-то, совсем неплохие. Но, единственное, очень неудобная упаковка. Вот у них вот этот носик. Пластиковый наконечник, который на вот такой пластиковой штучке. Все это отрывается, трескается. И, конечно, контур тогда быстро засыхает. Поэтому я предпочитаю, конечно, контуры в металлических тюбиках. Классика жанра. У меня из наших контуры Таировские. Есть Декола. Кстати, в этом случае Декола вполне неплохая. Отлично справляется со своей функцией. Таир пробовала контур по стеклу, контур по ткани. В принципе, все хорошие по качеству. И у меня вот такие вот контуры по стеклу. Идея Ветра и Пебео Витрея. Витрея – это серия под обжиг для стекла. У меня черный и цвет свинца. Темное серебро. В принципе, купила вот эти вот итальянские больше ради палитры. Очень красиво у них палитра. То есть вот есть золото, ржавчина, медь, темное золото, бронза, черный, белый. Очень красивые металлики. И, в принципе, я не вижу особенного смысла покупать специализированный контур для каждой поверхности. Ну, если только для ткани, да, потому что краски для ткани, они более эластичные. А так, вот, контурами по стеклу прекрасно можно, опять же, и дерево, и металлы декорировать, и все, что угодно. Они очень хорошо будут держаться. И еще из красок со спецэффектами. Вернусь к краскам Пебео Призм, которые я вам уже показывала, когда рассказывал про краски по стеклу. У меня их достаточно много. Краска очень интересная. Мне кажется, имеет очень большой потенциал, опять же, для росписи елочных игрушек, для каких-то ювелирных украшений. Потому что она дает очень классный, интересный эффект. У нее тяжелый перламутр. И когда вы капаете прям такую лужицу краски плотную, она начинает собираться такими призмочками, да, наверное, по названию. Я пущу потом по экрану, как это выглядит, когда она начинает действовать. Она вся немножко двухцветная. То есть, например, вот краска в баночке, она золотая. Но когда она начинает собираться вот в эти призмочки, там получается золото с темно-оранжевым. Или, например, вот эта голубая. Она тоже дает цвет голубой с темно-зеленым. То есть, они так интересно реагируют. Очень, на мой взгляд, такой небанальный, интересный эффект. Я больше ни одного производителя подобных красок не встречала. И вот если вы делаете что-то ювелирное, то попробуйте непременно. Очень красиво получается. Вот, кстати, вот этой голубой краской я когда-то давно делала. Знаете, есть такие тропические бабочки голубые. У них потрясающей красоты крылышки. Вот я делала бабочек и крылышки им разрисовывала вот этой краской. Получалось прямо такой вот голубой цвет. Точно как у живых бабочек. Очень-очень красивая краска. В общем, если помимо игрушек и ювелирных украшений кто-то знает способы применения, то напишите мне. Потому что у меня они, на самом деле, стоят пока ждут своего часа. Я их помимо ювелирных украшений ни в одном проекте пока еще не использовала. Ну, я думаю, что можно перейти к верхней полочке. Там у меня всяческие лаки, медиумы и прочие интересные штуки. Из именно лаков для декорирования каких-то небольших поверхностей в маленьком объеме я пробовала лак от фирмы Таир. У них очень неплохой акриловый лак, хороший по качеству. У них, к сожалению, нету сатинового варианта, то есть только глянец и матовый. Если нужен такой вот шелковистый финиш, то я смешивала сама. Плюс есть у меня вот такой вот клей-лак декупажный для кожи и ткани. Есть такой же клей-лак декупажный для твердых поверхностей у них. Тоже хороший по качеству. Мне нравится из лаков не на водной основе. У меня есть вот такой шелачный лак. Покупала его для работы с поталью. Мне не очень нравится то, что он... Вот видите, этот он светлый, но он все равно коричневый. То есть если вы серебряную поталь покрываете таким лаком, он ее немножко желтит. Вот этим он мне не нравится. Есть такой же шелачный лак, совсем темный. Если вы им будете покрывать поталь, то он такой даст прям совсем сильное потемнение. Поэтому я на самом деле его купила, но пользуюсь им только для покрытия золотой. Поталий, либо медный. Для серебра он не годится. Вот этот лак от фирмы ЭМТИ. Экспериментальная мастерская технологии искусств. Это Новосибирская область. Это, по-моему, самый бюджетный вариант шелачного лака. Он стоит порядка 100 рублей. Вот этот флакончик. Вернее, стоил, когда я покупала. Сейчас, возможно, подорожал. Для сравнения, у того же Таира шелак стоит рублей 400 или 500. Вообще шелачный лак достаточно дорогая история. Ну что же, я буду, наверное, заканчивать. Потому что видео получилось, мне кажется, очень длинным. Не меньше, чем на час. Я рассказала сегодня про те краски и сопутствующий материал, которые можно купить в художественном магазине, либо в магазине для хобби. Ну а в следующий раз я расскажу о тех материалах, которые продаются уже в строительном магазине. Строительные краски, строительные лаки, грунты и тому подобное. Я думаю, что многим из вас это тоже будет интересно. Тем более, что строительные краски, как правило, получаются бюджетнее, чем краски для, собственно, хобби. Так что буду на сегодня уже заканчивать. На сегодня все. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok